В кармане оказались чьи-то ношеные трусы. Чего-то мы все обосрать хотим друг друга. Сколько у нашего народа времени. Легко принимаете измену, и вы легко принимаете сапоги. Привет, это канал о магазинах и продажах. Меня зовут Дмитрий Морозек. Сегодня я читаю отзывы о разных товарах на маркетплейсах Озон и Уайлдберрис. И оцениваю, как клиентские отделы или службы поддержки компании отвечают на эти сообщения. Подписывайся на канал, ставь пальцы вверх, будет смешно и полезно. Извините, но только матом можно описать, что ткань такая. Это все липнет, нитки торчат. Но это не главное. Когда пришла на примерку, выпалом в осадок, в кармане оказались чьи-то ношеные трусы. Ну вы хоть проверяете товар перед тем, как отправлять ужас. Ответ представителя. Здравствуйте, Юлия. А я-то думал, куда я их делал. Прошу прощения. Занвес. Александр, видимо, купил нож. И комментарий по этому ножу. Хватило на час. Просто втыкал в пень. И ответ представителя бренда. Он не для втыкания в пень. Если вас в пень целый час можно втыкать, думаю, тоже не протянете больше. Ну это, конечно, разговор в формате «ты дурак, сам дурак». Но легкий юмор, конечно, есть в этом ответе. А юмор всегда немножко как-то облегчает ситуацию. Казалось бы, думает тот человек, который пишет. Но другой-то, у него-то сейчас просто саспенс в башке, да. Он пень... Он втыкал нож в пень час, и все, и поломался. Ему хочется продолжения банкета. Либо дайте новый нож, либо дайте новый пень. Либо следующее сообщение. Отличный товар. Все сработало. Встречалась с мужиком два года. И тут были симптомы беременности. Грудь набухла. В туалет без конца. Но я-то знал, что это симптомы ПМС. А туалет замерзла. Он сам говорил, возьми тест. Ну, я и взяла только этот обманный тест. Реакцию я предугадала. А он ее подтвердил. Говорит, это же нужно расписаться. А я не готов. А что скажут родственники? Ну и так далее. Хороший товар. Мужика у меня больше нет. А Мария вдогонку пишет. Все сработало. Спасибо продавцу. Муж был в шоке от положительного результата. А потом от признания, что это розыгрыш. Подскочило давление. Весь день отходил. Розыгрыш удался. Следующий отзыв шикарен. Муж прогнал из дома с вещами. Хорошо, что дальше не тянуло. Спасибо за этот тест. Но видите, все равно кто-то портит здоровье мужей. А кто-то понимает, что с этим мужем дальше нет. Напишите в комментах, вот тест на беременность подобный. Это ок, не ок? Это честно? Кружка походу из Афганистана. Наслил в нее чаю. И она взорвалась. Теперь придется чинить. И так как отвечает магазин. Мы в мягком смятении от вашего отзыва. Но благодарим. Становимся лучше с вами и для вас. Ну, как оценить? Честность точно да. Искренность. Наверное тоже. Они не понимали, что предложить, как ответить. Поэтому написали и в конце поставили. Как-то вот так вот делается, да? Да, вот так. Часы отличные, но я не могу вставить симку. Вот такая вот проблема. И так как отвечает поддержка. Артем, благодарим вас за отзыв. Рады, что вы выбрали наш бренд. Только вот вы не можете вставить симку, потому что в принципе невозможно. В них нет слота для симки. Вы пытаетесь вставить симку в динамик часов. Так делать лучше не надо. Желаем приятного пользования часами и удачных покупок. Вот. Ну, психанул, перепутал. Не знаю, может по пьяни. Здорово, что ему помогли. Я надеюсь, Артем перестал запихивать симку в динамик. Артем, не надо это делать. Пошив неправильный. Заметил это только дома. Вернула бы. До этикетки уже сняла. И шикарный ответ поддержки. Добрый день, Жанна. У вас пузо. Вы уверены, что дело в пошиве? Ну, что можно сказать Жанне? Жанна, фитнес-клубы всегда открыты. Это первое. Второе. Бодипозитив никто не отменял. Ну, это жесть. Это прям плохо. Это шикарно. Мне кажется, мы перенеслись с страниц мощнейшего, крупнейшего онлайн-магазина куда-то на детскую площадку. Говно. Ты сам такой. Добрый день. С большой задержкой я получил сегодня штатив. И большим расстройством стало отсутствие колес. Это тот фактор, из-за которого я выбрала вашу модель. А в итоге получила кота в мешке. Самое интересное, что на коробке приклеена бирка с пояснением, что без колес. Но тогда вопрос. Почему не меняете стоимость, раз это не комплект? Здравствуйте. Доставка полностью зависит от Wildberries. В данном штативе колес не было и не будет. Пишем об этом уже везде. Будьте внимательны. В описании большими буквами указано, что без колес. Так как колес никогда и не было в комплекте, соответственно, будет написано без колес. Ну тоже, мне кажется, здесь читается между срок ты дебил. С учетом роста, известности, популярности и доверия, самое главное, к бренду Wildberries, люди могут вкладывать в корзину кучу всего и не смотреть, за что они платят. Потому что всегда можно легко вернуть этот товар, да, и деньги уйдут на следующие покупки. Тут даже ответа нет, просто поржать. Съела килограмм, в одно жало. Покрылась сыпью от такого количества сладкого. Чешусь. Ни о чем не жалею. Было очень вкусно. Куплю еще и буду жрать и чесаться. Двигаемся дальше. Норм-монитор. Это достоинство. Недостатки. Купил его несколько дней назад за 29, ну типа по акции. Теперь цена 25. Самое смешное, цена упала так именно на эту модель. Да чтоб вам всем. Я бы лучше на эти 4 штуки дешевую, беззубую заказал, нежели подарил вам. Еще я ждал минут 10, пока ваши глупые, толстые колобки освободятся и вынесут мне мой заказ. Им самое место работать в магните или пятерочке. Уже не первый раз такая фигня. 20 человек, а заказ вынести некому. Моник, норм, за 25 топ. Берите, советую, жаль, что за 29 купил. Я сразу вспомнил образ Сергея Светлакова из нашей Раша. Человек разговаривает с телевизором. Вот какая там органика внутри человека, какой образ, какая мысль, какая жизнь, какая энергия кипит, какие сценарные повороты он находит. И продавцов обсудил, и 29, а что можно взять за эти деньги. И про монитор сказал, что он норм. У каждого неприятного события есть ряд этапов. Один из них этап принятия. Тут, к сожалению, не написано имя. Допустим, это будет Валера. Валер, максимально быстро тебе советую дойти до этапа принятия. И забыть о том, что ты, по твоему мнению, потратил 4000 рублей в никуда. Я хочу поставить данному заведению 5 звезд только из одной королевы этого мира. Королеву ваших товаров и королеву всех точек озона. Лично я считаю, что без этого человека мир не создался бы. Предки не охотились на мамонтов. А озон бы вообще не существовал, если бы не она любимая. И, конечно же, этот человек, любимая Маша. Я призываю вас обозначить на всех картах России эту точку озона, как королевство ее величия, царевны Марии I. Призываю всех соблюдать ее порядки. А в самом здании озона повесить ее портрет. Также где-нибудь рядом с озоном возвести память к этой прекрасной девушке. Что же там произошло? Уф. Я просто вычитаю эти отзывы. Во-первых, ликую, какой у нас народ. Во-вторых, сколько у нашего народа времени. Господи. Почему я должен читать это? Пшикнул на залупу. Итог. Бодрость с самого утра. Минус, что разъело все к хуям. Ответ представителя. Здравствуйте, Александр. Вы нормальный? Зачем вы брызгаете детские духи себе на залупу? Зачем вот столько уточнений? Вы же могли просто брызгать. Купим на ваши 350 рублей. Ну, это стоимость детских духов, видимо. Свечки и помолимся за вас. Чтобы все у вас было хорошо с головой. Ребята-то вкрутят. За словом в карман не полезут. Ну, Александр, что я могу сказать? Здоровья вам. Пускай у вас там все, что разъето, вернется на круги своя. Пишет Юля. Сапоги класс. Уже проверены временем. Как новые? Увидела их в переписке мужа. Любовница их клянчила. Что она только там не делала ради них. Но, увы, не выпросила. Купил он их мне. Ничего так не радует русского человека, как горе другого, да? Мы теперь в семье так их и называем. Людочкины сапоги. Рекомендую к покупке. И прикладывается фотография из пункта выдачи Wildberries. Ну, браво. Легко принимаете измену. И вы легко принимаете сапоги. О, пишет Екатерина. Упаковка была повреждена. И топовая. Это, честно, вот мне кажется, это просто 10 из 10 ответ представителя бренда. Зачем вы ее повредили? Я считаю, вот это лучший ответ. Пишет Игорь. Не стоит своих денег однозначно. Рисовые чипсы со специями еще более-менее. Но попкорн, сладко-соленые сушки, обернутые в норе. Редкостное дерьмо. Игорь, вы, видимо, профессиональный маркетолог и специалист по дегустации дерьма. Начало просто блеск. К сожалению, в данном случае, Игорь, вас подвели вкусовые рецепторы. Эти вкуснейшие японские снеки нравятся подавляющему большинству покупателей. По статистике Wildberries это 92 положительных отзыва приятных покупках. Ну, почему нельзя бы предложить другие, там, сказать, ну, вам не зашло, а мой ребенок есть, классный, кстати, 92%. А может быть, вам еще и вот это, вот это, а что вы больше любите? Ну, какой-то диалог. Ну, зачем вам все ради Игоря? Чего бы мы все обосрать хотим друг друга? Ну, что же как-то, да, коммуницировать, радоваться? Все. На этом, друзья, все. Это была рубрика, где мы читаем ваши отзывы, рекламации, какие-то сообщения. И смотрим, как реагирует служба поддержки того или иного интернет-магазина на это. То, если вам понравился данный формат, напишите об этом в комментах. Я еще сделаю подобную историю через некоторое время. Всем пока. Ура. Ура.